МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Российские медики оценивают состояние здоровья премьер-министра Абхазии Александра Анкваб как стабильно тяжелые, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. 8 января 2020 года премьер-министр Абхазии был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонии, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и лекарственного гепатита. После некоторого улучшения состояния Александра Анкваб вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января по решению консилиума, состоящего из специалистов различных медицинских центров Федерального медико-биологического агентства России, принято решение о его переводе на ИВЛ. Медицинские специалисты Южного военного округа продолжают прием больных в мобильном многопрофильном госпитале для больных с новой коронавирусной инфекцией, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуми. Как сообщает пресс-служба ЮВО, с начала работы военные медики приняли на стационарное лечение 359 пациентов, более 300 из которых успешно выздоровели и были выписаны после проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Амбулаторно получили консультации 2792 человека. В настоящее время в госпитале Минобороны России на лечении находится 59 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все они граждане Абхазии. Кроме того, российские специалисты оказывают помощь по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий. Всего за период работы в лаборатории Республики было отправлено около 5000 результатов анализов ПЦР. В Республике сохраняется сложная эпидем-ситуация. Ограничительные меры, введенные в стране, направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Желаемого результата можно добиться только при условии соблюдения всех предписанных правил. Многие граждане уже на личном опыте знают об опасности COVID-19, но некоторые продолжают легкомысленно относиться к болезни. Тему продолжит царь Кварацхелия. Как известно, общественный транспорт – идеальная среда для распространения инфекции, в том числе коронавируса. У тех, кто им пользуется, риск заразиться в шесть раз выше. Вероятность заражения особенно высока в густонаселенных городах. По рекомендации координационного штаба, ношение масок в общественном транспорте должно быть обязательным для всех. Как мы убедились, большая часть пассажиров и водителей в столичном транспорте – в средствах индивидуальной защиты. Однако, есть и нарушители. Вот некоторые пассажиры без масок и прячут свои лица. Как вы без маски, молодой человек, и вы тоже? Вы не знаете о мерах? Да, я не знаю. Где маска? Нету. Нету? Иди сюда, не могу. Выйди, выйди сюда, выйди. Не надо снимать, не надо. Тебе никто не снимает сюда. Вон, оттуда. Два минуты туда и обратно. Если одни без масок садятся в маршрутные такси, либо при виде камер надевают их, то есть и те, кто соблюдает предписанные санитарные нормы, понимая их необходимость. Я считаю, что это правильно, потому что многие люди недооценивают вот эту сложившую ситуацию, потому что пока на себе не почувствуешь, пока твои близкие не заболеют, все думают, что это каждого обойдет. На работе, в магазине, везде. Да, на улице можно, да, там как-то снимать, но в помещениях, в общественных местах я считаю, что это необходимо. Всегда пользоваться, не знаю, антисептиками. Я всегда с собой беру, трогаю ручки, обязательно вот пользуйтесь. И я думаю, хотя бы какой-то шанс того, что не заболеть будет. Для защиты нашего населения нужно вводить такие ограничительные меры, потому что мы видим, что происходит в мире, что происходит, какая ситуация сложилась. Безусловно, мы сами соблюдаем эти ограничения, и также я хочу обратиться к нашему народу, чтобы они также соблюдали эти меры. Соблюдаем, одеваем маски, сами в деревне живем, стараемся не выезжать никуда так, особо там хлеб что-то надобное. Ситуация с ношением масок в общественном транспорте заметно улучшилась за последние дни. И в этом отчасти большая заслуга самих водителей, которые требуют от пассажиров обязательное ношение средств индивидуальной защиты. После столичного железнодорожного вокзала мы направились на центральный рынок. Хочу, чтобы люди выздоровели, надо все закрыть, чтобы никакого движения не было. Люди как выживали, во время войны спросили, в Восточном фронте кто находился, они хлеб видели год или нет. Вот закрыть надо все, чтобы видели люди. Или надо открыть все, или закрыть все. Маску одевать надо хотя бы для себя. И об огрушающих надо думать еще. Как бы ты ни ограничишь, человека не поменяешь, но человек должен сам осознать, какая беда идет. Вот и все. Это беда на самом деле. Когда уходят старики, а без стариков человек корни теряет. Вот и все. Ну, вынуждены. А что делать? Раз надо, значит надо. Ну, я не знаю. По-моему, надо всем. Но не все носят, я замечаю. А вообще положено всем, я думаю. Чтобы выкрутиться, выйти из этого положения, надо же что-то делать. Что теперь делать? Вы, в общем, за ужесточение граничитесь? Конечно. И надо было раньше. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике, согласно распоряжению президента, работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должна осуществляться в соответствии с графиком и в порядке, осуществляемым главами местных администраций и по согласованию с СЭС. Так, по распоряжению главы столичной администрации Беслана Эшба, Сухумский центральный рынок работает в четверг и субботу, а государственный торговый комплекс «Сухумприбор» во вторник и воскресенье. Сегодня, как мы убедились, внутри рынка торговые объекты не работали. Закрыты и центральные ворота сельскохозяйственного рынка. Однако точки вокруг рынка все же работают. И далеко не все нам были рады. Как вам не стыдно? Взрослая женщина толкаете девушку. Мы работу свою выполняем и защищаем своих граждан, в отличие от вас. В целом на рынке ситуация неоднозначная. Работали овощные точки, а покупатели не соблюдали дистанцию. И сегодня можно тут работать? Здесь все закрыто. Вы к ним не относитесь? Нам ничего не говорили. Вам ничего не говорили? Мы еще не без маски. Что в городе везде находимся, это не рынок. Нет, я просто спрашиваю, вы не относитесь к этому? Это рынок нет. Первая необходимость, они закроются, мы с холодным. Так не думайте. Вы с начальником общаетесь. Вам ваш начальник сказал, что вам сегодня можно выйти на работу? Я не знаю ничего и не спрашивайте у меня ничего. Вы меня крайную нашли, да? Нет, нет, мы просто задаем вопросы. Нет, не буду я на ваши вопросы отвечать. По закону вы сегодня должны работать или нет? Скажите, пожалуйста. Отцепитесь от меня, я с деньгами имею дело. Далее наша съемочная группа посетила несколько объектов общественного питания. Согласно распоряжению правительства, их деятельность запрещена за исключением оказания услуг по доставке еды. Заглянули мы в ресторан национальной кухни «Нарта». Посетители там были, однако ресторан работает на вынос. Каждый ждал свой заказ во дворике. С собой будем забирать, хотели покушать, работает только на вынос. Так что вот на улице делаем заказы, возьмем с собой, пойдем в машине покушаем. В ограничительной мере, если нужны, конечно, мы спокойно относимся. Но мне самой как вот индивидуально обидно, когда компании вот эти женитьбы. Я понимаю, это все наши абхазские обидчи, но неужели их нельзя как бы... Вот их надо в первую очередь как бы чуть-чуть наказывать, чтобы вот эти компании не были. Если бы мы сами соблюдали, вот наш, извините, я свою ночь очень люблю, но наши люди соблюдали бы, мы вплоть до того не дошли бы. Я понимаю, очень много больных уже и медицина не справляется. Но из-за того, что вот это с компанией разрешено, все разрешено, наш ресторан, во-первых, открыт. И вообще здесь и ограничительные меры мы всегда ввели. И я думаю, что вот в первую очередь вот эти компании ритуальные, вот это то, что мы собираемся, это на нас. Но не все запрещены, вы знаете, люди сами не соблюдают. Ну вот пару человек надо выделять, как бы их наказывать. Ну просто запретить строго, чтобы вот компании не было, ничего не было. На вынос также работают кафе Dolce Vita, Loft, Chegem, Barista. Все правильно. Люди болеют, значит, нужно, чтобы все носили маски. Вы за ужесточение ограничительных мер? Сто процентов. Я за то, чтобы были ограничительные меры, потому что на самом деле мы видим, что происходит в мире. И у нас в Абхазии, к сожалению, в Абхазии вот все дели в дырующих процентном отношении по числу заболевших. Правда, я сейчас без маски, но я держу расстояние от вас. И вы на улице, да, можно? Положительно. Взяли кофе, на улице вас? На улице, да, кофе берем и на улице пьем. Свежий воздух. А вот ресторан Абхазия полностью закрыт ввиду отсутствия услуг и еда на вынос. Конечно же, за один день невозможно посетить все места массового скопления людей. Но, как видно, далеко не везде соблюдаются ограничительные меры. Каждый из нас может минимизировать распространение коронавирусной инфекции, носить маску, соблюдать дистанцию и не собираться в местах массового скопления людей. Сария Кварцхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Продолжаем тему необходимости соблюдения ограничительных мер. Наш следующий репортаж о том, как они соблюдаются в Гудауте. На циферблате главных часов Гудауты всего два часа дня. Но на улицах города немноголюдно. Редких прохожих можно встретить лишь в центре. И только небольшое транспортное движение оживляет город. По словам медиков, больных здесь много, как и во всех других районах Абхазии. Люди стараются выходить на улицу реже. И даже в магазинах практически нет покупателей. Что касается рынка, куда мы направились первым делом, то и здесь нет особой оживленности. Меры предосторожности продавцы соблюдают. Даже несмотря на то, что между прилавками большое расстояние. Говорят, что боятся. Кроме того, сейчас работают не все. Пусто сейчас выглядят прилавки гудаутского рынка. Людей здесь практически нет. Рынок работает пять раз в неделю. Вообще нет внутри людей. Мало один или два. Вообще другой раз нет торговли. Без рубля уходим. Другой раз нету людей. Сейчас очень тяжелое положение у всех. А вы откуда приезжаете? С Аци. В Ацах. Все свое ясно приезжаю. Я все в огороде сама выращиваю. На самом деле мы сидим на воздухе. Абсолютно. И людей нету. Рынок закрыт только два дня в неделю. Во вторник и пятницу, когда здесь проводят дезинфекцию. По словам сотрудников местной администрации СССР, гудаутский рынок функционирует чаще других. И этому есть объяснение. Рынок и закрывался, и обрабатывался, и чистился, и мылся. И все мы проводим. Но вы видите, на рынке вообще всегда у нас здесь меньше скопления людей. И практически у нас нет такого наплыва, как в Сухуми. На таких рынках, потому что там больше людей. Площадь рынка не соответствует нормативам, требованиям. Потому что площадью всегда рынок учитывается на количество населения проживающих в городе. И вот продавцы тоже, как вы видите, они тоже сидят на приличном друг от друга расстоянии. Их мало. Покупателей практически нет. Рынок проветривается. Наиболее как бы безопасное место для человека, который пришел, соблюдает что-то в маске, к примеру говоря, чем где-то в очереди он стоит. Здесь у нас нету практически уже. Забыли, наверное, когда были какие-то очередя, может быть, какие-то праздники, много, большой наплыв людей. А так людей мало. Ну, естественно, мы поддерживаем любые меры предосторожности. Мы также посетили несколько аптек. Продавцы некоторых из них были без средств защиты. На вопрос, почему, нам ответили, что их защищает стекло. А в одной из аптек с нами и вовсе не захотели общаться. Я правда сейчас ругаться буду. Мы также посетили одно из центральных кафе города. Оно было закрыто. Работает лишь доставка. Каждый день специалисты СССР вместе с сотрудниками районной администрации посещают объекты и проверяют, как соблюдаются меры безопасности. По тем нормативам, которые есть у санэпидстанции, будут применяться штрафные санкции, вплоть до того, что будем отбирать лицензию. Если они могут работать, то только в условиях с доставкой на дом. А поступали ли сигналы, связанные с несоблюдением ограничительных мер? Были у нас пару сигналов таких, но выезжали туда, смотрели, санэпидстанции выезжали, где сами руководители этих организаций говорили о том, что, да, к ним обращаются. Там не проводят никакие мероприятия, не происходит в этих объектах, но мы работаем на вынос. И большой акцент и внимание хотел бы, чтобы обратили. В среду мы будем собирать всех глав сел, будем собирать и будет поставлен вопрос о проведении всех наших мероприятий, траурных, торжественных мероприятий, категорически их запрещать. Никакие поминальные, никакие, как обычно у нас по нашим обычаям, там три дня покоится человек, потом мы начинаем беспокоить соседей. И, как во всем нашим традиционным, мы знаем, как мы их проводим, все это будет прекращаться. Вплоть до того, что то село, тот глава администрации, который не проконтролирует, будет вплоть до того, что будет ставиться вопрос о соответствии с занимаемой его должности. С самого начала пандемии СЭС Гудаутского района работает в усиленном режиме, отслеживая контакты и очаги заражения COVID-19. Несмотря на это, в районе много больных, и разорвать цепочку заражений сложно, так как не все граждане соблюдают санитарные нормы. По словам Менгичан, очаги вспыхивают там, где их практически быть не должно. Практически в селах и в Абхазии заболеваемость должна быть минимальная. Почему? Потому что плод, у нас не такое количество населения большое. У нас в селах практически не должна быть заболеваемость, если люди будут себя вести адекватно данной инфекции. Вот. И сейчас что вот нас возмущало, вот буквально, когда мы вот здесь уже ходим в рейде, что сегодня делается у нас в их нах компания, фамилия ВОЗБА. Я буду всех этих озвучивать, и все это проводится компанией привод невесты. Это когда закончится. Мы сегодня на рынке, вы видите, такого плотного населения, то есть скопления людей нет, а зато поминки провели у нас в селе в Хопе на 200 человек. Теперь в городе Гудаута на выходные дни были 200 человек компания. Товарищи, остановитесь, потому что будет поздно, когда вы все очнетесь. Будет поздно. Это особо опасная инфекция. Это пандемия. За последние два дня в Гудаутский госпиталь поступили 30 человек. Врачи ковид-госпиталя выбились из сил. Прихожу в больницу, смотрю на наших коллег, ну просто плакать хочется, потому что люди даже постарели за это время. Остановитесь, пожалуйста. Если не остановитесь, с марта месяца вообще по прогнозам ожидается более жесткий вирус, более со смертельным исходом. То есть он будет более такой, процент поражения, поражающее действие будет сильным. И такой вот идет прогноз. Неблагоприятный. Не в сторону нашего. По словам Ингичанба, сейчас много тяжелых больных. Из них 20% подключены к ИВЛ. Если граждане не начнут ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать санитарные нормы и предписанные правила, то, возможно, придется предпринять более жесткие меры. Кукуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Между тем, 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. Масштабная вакцинация стартовала еще в декабре прошлого года, когда определенные категории граждан получили возможность сделать прививку. Согласно национальному календарю прививок, приоритет в вакцинации от коронавируса отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и ожирение. Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе. В Сухуми при амбулаторном центре для больных с COVID-19 приступает к работе мобильная бригада. Пациенты с повышенной температурой, признаками ОРВИ, подозрением на коронавирус или пневмонию могут обратиться в регистратуру центра с 9 до 18 часов в будние и выходные дни. После 18 часов и в праздничные дни вызовы принимаются по WhatsApp. Оценка состояния пациента проводится в регистратуре амбулаторного центра по чек-листу. В случае необходимости организуется выезд мобильной бригады на дом к пациенту. Услуги мобильной бригады бесплатны. Адрес амбулаторного центра – город Сухум, улица Акертава, 2. Номера телефонов – 915-6202-760-26002. WhatsApp – 7-940-715-6202. 108 миллионов рублей выплатила госкомпания «Абхаз ТОП» в качестве долга перед своими партнерами. Об этом сообщил на совещании генеральный директор предприятия «Рамаз Джопо». Совещание прошло под руководством вице-премьера министра экономики Кристины Озган. Репортаж Алики Трапш. Вице-премьер министра экономики Кристина Озган поблагодарила работников предприятия «Абхаз ТОП» за проделанную работу и выразила надежду, что 2021 год будет намного результативнее, чем прошлый. Ген-директор госкомпании «Абхаз ТОП» Рамаз Джопо, подводя итоги 2020 года, сообщил, что предприятию удалось выплатить все долги перед своими партнерами в размере 108 миллионов рублей. У нас нет никаких долгов. И это, естественно, заслуга работников компании, нефтебазы и всех наших работников. Что касается налогов перед государством, мы все свои налоги закрыли. У нас в бюджет страны внесли около 50 миллионов. Задолженностей никаких у нас нет перед бюджетом страны. А так, естественно, в компании очень много проблем на Кристина Костинова. Это проблемы на нефтебазе. У нас фактически все оборудование старое. Они до советских времен. Они часто выходят из строя. Мы как-то своими силами, благодаря директору нефтебазы, как-то решаем эти вопросы. Ну, даже перед работниками у нас задолженности по зарплате нет. И я могу похвастаться, мы смогли даже 13-ю зарплату выплатить работникам. Директор нефтебазы Александр Агарба сообщил, что все возникающие проблемы в меру своих сил они решают самостоятельно. Но господдержка необходима. У нас недостаточно никаких нет. У нас единственное, что есть какие-то технические проблемы, которые мы практически решаем самостоятельно. За пройденные годы, 15 лет совместной работы, мы нигде не один день, вы, наверное, это знаете, нигде не подвели. И работаем как бы своими силами, и коллектив поддерживает всю ту обстановку. Я думаю, что для нас, то, что у нас уже долгов нет, какое-то внимание уделим уже нефтебазы, какие-то вещи нужно что-то подремонтировать, кое-что привести в порядок и продолжать работу. Нам бы хотелось, чтобы у Абхастова была сформирована к этому времени позиция о том, что на нефтебазе необходимо в первую очередь провести, для того, чтобы техническое состояние было более-менее приемлемым. Как я знаю, это проблемы пожарной безопасности, это охрана периметра, соответственно, и ряд других вопросов, которые требуют решения. Еще была проблема по удлинению эстакады с тем, что приемка цистерн идет неполноценно, ввиду ее ограниченности. Госкомпания «Абхастоп» занимается реализацией бензина и сжиженного бытового газа. Как было отмечено на совещании, в газовом направлении наблюдается хорошая динамика. Просто, чтобы вы понимали, с 9 кубов мы подняли до 21 кубов на сегодняшний день. Поэтому то, что говорит Роман Зенгештерович, что необходимо какие-то… Можешь стать чили ученым. Да, не, не… На сегодня республике не увеличишься. Я думаю, что речь идет о контроле движения. Подводя итоги встречи, вице-премьер-министр экономики Кристина Узган отметила, что правительство будет всячески оказывать поддержку в решении текущих проблем госкомпании «Абхаз ТОП». Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Состояние здоровья премьер-министра Абхазии Александра Анкваба остается прежним. Оно не изменилось с момента последнего консилиума врачей, сообщил Абстнепресс заместитель руководителя аппарата кабинета министров Кристиан Бжани. В Сухуми силами УГИ, МВД и ОГИ столичного УВД проводятся рейдовые мероприятия по плану «Безопасный город». На данный момент в центральной части города выявлено уже 100 административных правонарушений. 12 автомобилей поставлены на служебную стоянку УВД, а стороне от управления транспортом двое нетрезвых водителей. Мероприятие продолжается во всех районах столицы. В 2019 году у жителя Сухума Олега Бушева возникла необходимость в трансплантации сердца. Это стало известно после обследования в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Тогда сразу выехать на лечение молодому человеку не удалось, так как в России такие операции выполняются только при наличии российского паспорта, которого у Олега не присутствовало. При содействии различных госведомств Абхазии и России, а также благотворительной организации КИАРАЗ Олег Бушев в кратчайшие сроки получил российский паспорт, после чего прошел курс лечения в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. На данный момент состояние его здоровья улучшилось. Мать Олега Светлана Бушева пришла в благотворительную организацию КИАРАЗ и поблагодарила их за оказанную помощь. Благодаря реально КИАРАЗ, их поддержка, они реально дают вот эту силу, что беги. Я просто написала, я говорю, да, беги. Все, и побежал, и начинаешь вот этот двигатель, реально, что Алиса, вот насчет лекарств говорю, я просто, я не знала, где там, сейчас у нас просто не найти даже некоторые лекарства. Вот сейчас они, опять же, говорю, прислали как раз недавно. Просто вообще нет. Еще с этим ковидом никуда не выйти, ничего. Это до такой степени все, можно сказать, тяжело. С другой стороны, сюда приехав, я поняла, здесь намного тяжелее всем. Ну, вот так. Пока он сейчас нормально. Вот завтра холтер ему опять будем ставить. Ну, там ходит у нас в поликлинике вокруг, он прям через двор вышел прямо в поликлинику. Вот. Сейчас сделали УЗИ. Вот с марта месяца, правда, нет, ну, улучшения, фракция выброса, как была, вот 40, так оно и застопорилось, можно сказать. Пока, ну, это тоже хорошо, это мы вышли на такую оплату. Главное, не заболеть. Как-то все подключились, и благодаря, я думаю, людям, всем, молитвам нашим, я верю в чудеса, верю в силу молитвы и уверена, что у нашего мальчика все будет хорошо. Ну, уже надо. С Божьей помощью. Спасибо всем. Народному поэту Абхазии, лауреату государственной премии имени Гулия, классику абхазской литературе Мушни Ласурия присуждена премия имени Вадима Кожаного. Редакция журнала «Наш современник» просудила несколько именных премий писателям, чьи произведения были опубликованы в разных номерах издания по творческим итогам 2020 года. Мушни Ласурия получил премию в номинации за многолетнее служение русской культуре за поэму «Молитва». 18 января православные отмечают крещенский сочельник и готовятся к встрече одного из главных христианских праздников – Крещения Господня. В этот день совершается первое в году освящение воды, после чего она становится целебной и чудодейственной. Освященная вода не портится и может оставаться кристально чистой годами. Верующие готовятся к празднику духовно и физически и соблюдают строгий однодневный пост до первой звезды. В храмах проводится большая служба. В этот день церковь рекомендует прислуживаться к себе и проводить время в молитвах, чтобы встретить праздник с чистыми помыслами. Абхазский борец по вольной борьбе Рустам Ампар примет участие в турнире «Андеграунд-3», который проводит Висконсинский региональный учебный центр соревнования, пройдет в США 20 января. В рамках шоу Рустам Ампар встретится с чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта, членом сборной США по вольной борьбе Сетом Гроссом в весовой категории 57 кг. Рустам Ампар – мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Ивана Ярыгина. А сейчас о погоде. По сообщению синоптиков, во вторник, 19 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь. Со второй половины дня дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью 2-3 градуса, днем 1-6 градусов тепла. Температура морской воды 10 градусов тепла. На этом информационный выпуск «Амшевшара» подошел к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»